Сегодня прошло первое после выборной кампании аппаратное совещание в правительстве Ульяновской области. Традиционно на заседании ставили стратегические задачи и задачи текущего момента. Первая новость с аппаратки сразу же стала сенсацией. Своё место в правительстве покинул стражил ульяновской политики, министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорт Александр Букин. Чиновнику на днях исполнилось 60 лет, и он решил выйти на пенсию. Правда, целиком сосредоточиться на заслуженном отдыхе Александру Васильевичу не удастся. Он принял решение перейти на другую работу, возглавить вот эту нарождающуюся государственную корпорацию, которая называется у нас Облкомхоз, куда мы собираем все наши муниципальные или так по-другому называемые государственные активы. Я сегодня, после встречи с Александром Васильевичем, подписал распоряжение об освобождении его 23 сентября от замещаемой государственной должности заместителя-председателя правительства, министра промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта в связи с выходом на пенсию. И одновременно подписал распоряжение о назначении его советником губернатора на общественных началах по направлению, которым он занимался работой в правительстве. Глава региона поблагодарил экс-министра за долгую плодотворную работу и предоставил ему заключительное слово в качестве руководителя жилищно-коммунального ведомства. Доклад Александра Букина касался главной насущной проблемы ЖКХ области, начавшемуся отопительному сезону. В связи с низкими погодными температурами, губернатору было принято решение, и мы с вами начали заполнять систему с 13 сентября. То есть с 13 сентября стали заполнять систему химачишной водой и приступили к началу отопительного сезона. Рассказал глава региона и о других новшествах, которые ждут в ближайшее время в жилищно-коммунальной отрасли. В области займутся разработкой стандарта с содержанием многоквартирного дома и подумают над созданием социальной сети «Наш дом», которая поможет делиться лучшим опытом в этой сфере. Кроме того, будет создана структура муниципальной безопасности, которая будет следить за порядком во дворах и на улицах. После этого вопроса перешли к проблемам образования. Министр образования и науки Екатерина Улба доложила присутствующим о том, как выступает на конкурсе «Учитель года» педагог-историк из Новомолоклинской школы Решат Климулин. В этом году впервые за 27-летнюю историю конкурс собрал представителей всех 85 регионов. У него сложнейшая задача. Всех 85 регионов. Но есть один для нас положительный момент. Сельских учителей там менее 15%, а мы в них входим, и это хорошо. Ну, одним словом, готовился, надеемся. Буквально сегодня к вечеру первые отзывки, и, конечно, не оценку, но как произвел впечатление, мы уже получим. И все надеемся, что попадем в заветную пятнашку. А уже потом и дальше будем мечтать. Подвела первый вице-премьер и предварительные итоги проходящие в области традиционного Большого образовательного форума. В этом году его решили завершить декадой просвещения. Потому что включает она в себя большое очень количество мероприятий. Начиная от презентации профориенционных программ «Умени кедзания» — это погружение в радугу профессий для малышей, для детсадовских наших ребятишек и для коллег, которые первыми делают вот такой опыт погружения. И первые пошли коллеги в связке с автопромом. И поэтому День машиностроителя. Как нельзя более логично ложиться на просвещение в этом направлении. И заканчивая всеми торжественными мероприятиями, связанными с награждениями дошкольных работников, работников профессионального образования и работников вообще системы образования, которые в себя включают и отрасль культуры, и отрасль спорта. И, соответственно, вообще в принципе учителя. Потому что генеральное, самое главное, центральное событие всей этой декады — это, конечно, День учителя. Ждет учителей еще один большой сюрприз. 1 октября на площади Ленина для лучших представителей профессии пройдет концерт, на котором выступит знаменитый хор турецкого. О каждом первокласснику области предложение Сергея Морозова подарят по книжке в День школьника, празднующий с 6 октября. Подходит к концу и уборка урожая на полях области. Об ее итогу доложил другой вице-премьер Александр Чепухин. И средняя урожайность по региону является максимальная. За всю историю существования нашего региона это 24,5 центра с гектара. И на этих цифрах, вероятнее всего, мы уборочную работу по зерновым в этом году закончим. Потому что те 2%, которые остались, это кукуруза на зерно. 8 тысяч гектаров нам значительных изменений не дадут. Но из них, вероятнее всего, 2 трети по практике предыдущих лет мы будем убирать весной. Завершается ремонт автомобильных дорог. Впервые о нем в новом для себя качестве исполняющего обязанности министра промышленности строительства, как и транспорта, доложил Андрей Тюрин. В этом году очень активно ремонтировались многие участки на федеральных автомобильных трассах. На сегодняшний день 2 участка полностью сделаны, введены в эксплуатацию, что радует большое количество, в частности 4 больших участка от 5 до 10 километров вошли в новый ремонт. Этот ремонт будет двухлетний в 2016 и в 2017 году будет завершен. В частности, это в Языкове, подъезд к Ульянску завершается и продолжается следующий участок в районе населенного пункта Кукушки. Также большие мероприятия будут проводиться и в этом и в последующем годах на федеральной дороге М5. Главная задача, Сергей Иванович, это наша ГИБДД и подрядных организаций совместно с Росавтодором полностью подготовить эти автомобильные дороги к проведению зимнего периода. Итоги итогами, но надо глядеть и в будущее. Следующий год в Российской Федерации объявлен годом экологии. Губернатором Ульянской области включено 148 мероприятий, из которых 7 вошло в федеральные планы проведения года экологии и года особо охранимых природных территорий в Российской Федерации. Среди них проведение 7-й Поволжской экологической недели, создание национального парка «Сингелеевские горы», строительство межрайонного полигона твердых коммунальных отходов в Новоспасском районе. А в Ульянской области стоит еще и год предпринимательства. Есть и общественные инициативы, поддержанные правительством и губернатором Ульянской области, как, например, такая, как установка памятнику предпринимателю в 2017 году. Кроме этого, мероприятия года предпринимательства Ульянской области были сопряжены с планами наших федеральных коллег из общественных объединений предпринимателей. Без заключения еще немного итогов. Ульяновская область достигла исторического минимума по количеству безработных и роста инфляции по итогам первых девяти месяцев года. Обрадует жителей региона другая новость. По росту доходов и зарплаты область заняла третье место в Приволжском федеральном округе. На этой приятной ноте еженедельное аппаратное совещание в правительстве завершилось. Егор Тстоф, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Продолжение следует...